МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как говорил великий комбинатор, эх, прокачусь! Была даже мысль купить мотоцикл, но что-то я как-то передумал. В общем, ребята, если знаете подобных героев, которые даже на пенсии ведут необычайно активный, странноватый образ жизни, пишите нам, звоните. Ну, а на сегодня все. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жестко спрошу, если что-то будет не так в этой части. Алексей Текслер собрал на совещание глав всех муниципалитетов, кто в числе должников перед ресурсоснабжающими компаниями, а каким районом поставили двойки за субботники, расскажу вам я, Яна Тормина. Самолет может прилететь, взять этот спутник и его запустить. Китайские бизнесмены заинтересовались южноуральскими космическими разработками. Они позволят запускать ракеты не с земли, а с воздуха. Все подробности расскажу я, Егор Хвисек. Женщинам России это всегда было по силам. По силам это и сегодня. 400 делегатов со всего региона. В Челябинске прошла ежегодная конференция «Союза женщин». Проблемы и вопросы «Союза» выслушал Алексей Текслер. Какими проектами занимаются челябинские женщины, расскажу вам я, Владислав Чухров. Эфир телеканала ОТВ продолжает. Время новостей в студии Иван Уткин. Здравствуйте. Житель Челябинской области устроил скандал на борту самолета. Пассажир садился на рейс в Москву из Новосибирска. 36-летний дебошир ударил командира экипажа и оскорбил бортпроводников. А затем еще и сотрудников полиции. В интернет попала видеозапись по тасовке. Мужчину пытаются успокоить, но он не слушает. Продолжает кричать и размахивать руками. Приходится вызывать полицию. Уже известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Все подробности смотрите в рубрике «Происшествия». И к другим темам. Алексей Текслер пригрозил жесткими кадровыми решениями главам городов и районов. За невывезенный мусор после субботников. Руководителям каких муниципалитетов стоит напрячься, Яна Тормина расскажет. Настроение на совещании главе региона Алексею Текслеру сразу же подпортил доклад о субботниках. Казалось бы, цифры впечатляющие. В порядок приведено 355 миллионов квадратных метров. Собрано почти 63 тонны мусора. Вот только часть работы коту под хвост. Более одной тонны отходов, правда, упакованных в мешки, так и осталось. Во дворах, парках и скверах. И тут в числе двоечников Еткульский, Красноармейский районы, Златоуст, Копейский, Челябинск. В подтверждение фото их с позором выставили на обозрение всех участников совещания. Если через три дня будут такие фотографии, значит будут кадровые решения. Это наше с вами лицо. Зазываем на субботники людей, а потом в месяц вывезти не можем. Говорят и о подготовке к отопительному сезону. В 2019 году будут введены шесть новых котельных. И пока еще 50 остаются неэффективными. У предприятий ЖКХ по-прежнему остаются огромные долги перед поставщиками ресурсов. Из них 2 миллиарда 700 миллионов за газ перед компанией «Новотек Челябинск». Там, где главы не держат вопрос на контроле, там огромные долги. Сегодня это Мясский городской округ, это Катафавановский муниципальный район, это Верхнеуфалейский городской округ и многие другие районы. И особая ситуация, которая требует пристального внимания со стороны, наверное, в том числе и правоохранительных органов, это город Златоузд. Здесь задолженность составила почти 600 миллионов рублей. Никуда не годится. Так комментируют цифры Алексей Текслер и обращает внимание коллег. Имидж муниципалитетов-должников мешает развитию и благоустройству территорий. Вы ответственны за всё то, что происходит на территории. Я имею в виду и предприятия ЖКХ, и работу с населением. Вы сами понимаете, во всех районах есть потребность дополнительной газификации. Естественно, никто не горит желанием при наличии, тем более где-то росте долгов, заниматься газоснабжением дополнительным. Я имею в виду поставщиков. Обстановка стала менее накалённой при обсуждении детского летнего досуга. В этом году в лагерях отдохнут 255 тысяч детей. Обеспечат это более 17 тысяч сотрудников. Каждого проверить через информационный центр МВД. Каникулы, отметили чиновники, должны быть безопасными. Муниципалитет на то, чтобы удешевить эту процедуру охраны лагерей, как городских, так и загородных, и не прибегают к услугам специально обученных, как я бы сказал, организаций. Вот это неправильно. Потому что здесь, конечно же, должны быть специально обученные люди, которые имеют соответствующую подготовку и соответствующие документы о том, что они могут в случае чего квалифицировать и грамотно безопасить наших детей. Тема для Алексея Текслера, как молодого отца, актуальная. Глава региона даёт поручение. К началу сезона все летние оздоровительные лагеря должны охранять лицензированные фирмы. За исполнение, отметил, спросит строго, если что-то будет не так. Яна Тормина, Павел Клементьев, Антон Захаревич, ОТВ. На что ещё обратить внимание новому руководителю области, назвали челябинцы. Спустя два месяца после назначения Алексея Текслера, социологи провели опрос и выяснили. Какие ожидания у жителей регионального центра? Итак, топ-3 важнейших для челябинцев тем – решение экологических проблем, наведение порядка в сфере ЖКХ, строительство и ремонт дорог. В принципе, никаких неожиданностей. За решение экологических проблем проголосовали почти 45% опрошенных. Чаще так отвечали женщины, молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет и те, кто работают на частных предприятиях. О наведении порядка в сфере ЖКХ просят почти 42% челябинцев – женщины и пенсионеры со средним достатком. На третьей строчке – строительство и ремонт дорог. Социологи считают, что этот выбор связан как с актуальностью проблемы, так и с сезонностью. Её решение важно для мужчин, молодёжи от 18 до 24 лет, студентов и горожан со средним уровнем материальной обеспеченности. Ну и, конечно же, люди ждут улучшения уровня и качества жизни. Каждый третий челябинец назвал это первоочередной задачей для Алексея Текстлера. А каждый четвёртый посчитал важным и приоритетным благоустройство города. Проверять, как решены вопросы благоустройства, Алексей Текстлер будет лично. Об этом заявил на совещании с главами. Масштабное преображение Челябинска запланировано на ближайшие два года. В 2019-м в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» город получит 431 миллион рублей. Из них 272 направят на приведение в порядок, 125 дворов, ещё 159 миллионов потратят на благоустройство общественных пространств. Мы продолжим свои работы на Алом поле. То есть, вы помните, мы в прошлом году их начали. Сейчас запланируем большой объём работы по Алому полю. Затем сквер Новоровского 46, сквер на Тернопольской, сквер Бульвар Славы. Затем большие работы будут проведены полностью по Бульвару Ленина, начиная от улицы Лесопарковой до улицы Володарского. Отдельной программой 265 миллионов направят на благоустройство 20 знаковых городских мест. В рамках подготовки к саммитам Шоссе-Брикс на трибунах на площади революции полностью заменят гранитное покрытие. Кардинально преобразится и набережная реки в центре города. Набережная на данный момент находится у нас уже в экспертизе. Мы в ближайшее время уже планируем получить положительное заключение экспертизы и приступить после отыгрыша, соответственно, к строительно-монтажным работам. Это мероприятие у нас двухгодичного контракта, соответственно, у нас реализация полностью этого проекта запланирована на мае-июнь 2020 года. Самое значимое финансирование порядка 6 миллиардов рублей направят на дороги. За два года планируется завершить развязку на братьев Кошириных и благоустроить территорию возле. В следующем году завершатся работы на развязке Даровина и Троицком тракте. Отремонтируют 18 магистралей. Обновят освещение вдоль трасс, перекрестки приведут в соответствие национальным стандартам. А улица Худякова в этом году обзаведется пологим надземным переходом. Он будет гармонично вписан в территорию Бора и построен без лестниц. Кроме того, сейчас городские власти ищут поставщика, который сделает 300 новых остановок на гостевых маршрутах. И сегодня главам городов и районов представили нового человека в команде Алексея Тексера. Впервые на публике появился первый заместитель главы региона Виктор Мамин. Он был назначен на эту должность 26 апреля. Круг его обязанностей озвучил глава региона. Он будет курировать в администрации аппарат губернатора, правительство, управление делами, имущественный блок, информационную технологию, связь. Виктору Мамину 37 лет. У него два высших образования с отличием. Работал заместителем директора департамента ПАО «Россети» и директором департамента Минэнерго России. Виктор Мамин единственный в новом правительстве, кто работает без приставки ИО. Однако во временном статусе он все же успел побыть, когда Алексей Текстер был с рабочим визитом в Китае. В Поднебесную в составе Челябинской делегации ездили специалисты космической отрасли и получили поддержку китайских бизнесменов. Иностранцы готовы выложиться в технологию летающего космодрома. Что это такое? Егор Хвисюк узнал все о ноу-хау. Небольшая настольная модель самолета – то, что в будущем напрямую может связать Южный Урал и бесконечное космическое пространство. Она изображает известное отечественное воздушное судно Ил-76МД, но модифицированное. Обычно его используют при тушении пожаров. Оно способно перевозить до 46 тонн жидкости. Однако в грузовом отделе этого варианта установлен не баллон с водой, а космическая ракета. Вот эта катапульта желтого цвета начинает плавно выдвигаться из самолета. Это так называемый воздушный старт. Подхватывается парашютами, специальные парашюты, которые могут удерживать порядка 40 тонн груза. Парашюты раскрываются, она стабилизирует свое падение. В этот момент включаются маршевые двигатели у этой ракеты. И парашюты отстреливаются, и она начинает набирать высоту. Южноуральские специалисты разрабатывают проект летающего космодрома. Как следует из названия, он позволит запускать ракеты со спутниками не с Земли, а с воздуха. Очередь на доставку небольших коммерческих спутников в космос сейчас достигает пяти лет. Поэтому разработчики уверены, их технология будет востребована. И этому уже есть подтверждение. Южноуральскими разработками заинтересовались китайские бизнесмены. Компания с Поднебесной OneSpace заключила соглашение о сотрудничестве с челябинскими коллегами на выставке «Шелковый путь» в Сиане. Мы ждем, после подписания этого соглашения, мы ждем китайскую делегацию сюда, где будем с ними уже отрабатывать детали дальнейшего сотрудничества. Потому что проект сам по себе большой, серьезный, требует вливания в наземную инфраструктуру. То есть это строительство взлетно-посадочных полос, ангаров и помещений для стыковки спутника к ракете. Еще один плюс к копилку южноуральских разработчиков – цена запуска. По их словам, она как минимум в три раза ниже, чем у американского изобретателя Илона Маска. Кстати, в Соединенных Штатах тоже пытаются создать технологию воздушного аэродрома. Только для запуска используют «Боинг-747». И ракета подвешивается к крыльям, как бомба. Челябинские специалисты не боятся конкуренции. Уверены, предприятия региона производят лучшие ракеты в мире. А технологию десантирования ракеты прямо из самолета иностранные ученые смогут повторить еще не скоро. Добавляя, участие китайских бизнесменов в проекте лишь ускорит его воплощение. Первые запуски спутников на Южном Урале надеются провести уже через 2-3 года при наличии финансирования. Егор Хвисюк, Виталий Пастухов, ОТВ. Сотрудничество с Китаем в космической отрасли пока только начинает развиваться. А вот сельское хозяйство уже стало главной сферой партнерства. И в ней большой потенциал для экспорта. Его регион собирается наращивать. Мы в Китай поставляем еще и орехи, и дикоросы. То, чего мы вообще не производим. Это раздел так называемого транзитного экспорта. Сейчас продукты питания – это главная статья экспорта Южного Урала в Китайскую Народную Республику. Мука, крупы, масло и даже табак транзитом. Челябинская область уже стала аккредитованным поставщиком зерна в Поднебесную. Идут переговоры, чтобы упростить ввоз мяса в КНР. Понятно, что с таким населением, как в Китае, этот рынок практически не исчерпаем. Поэтому правительство Челябинской области постоянно ищет возможности взаимодействия с различными провинциями Китайской Народной Республики. Цены на российские товары в Китае выше, чем на продукцию собственного производства. Это обусловлено высокими пошлинами на ввоз товара. Но мука и крупы Южного Урала экологичнее, чем китайские аналоги. Все понимают, что Челябинская область практически в сравнении с Китаем не использует минеральных удобрений. Практически большинство наших полей это экологическое, органическое удобрение. Годовой торговый оборот Челябинской области с Китаем 570 миллионов долларов и 14 приходится на экспорт. Правительство региона совместно с бизнесом в ближайшие годы планирует увеличить долю в несколько раз. Перспективы глава региона Алексей Тексер обсудил в минувшие выходные с иностранными коллегами на международной выставке в КНР. Челябинский трактор подписал на следующие два сезона Александра Шарова и Игоря Исаева. А воспитанники южноуральского хоккея Евгений Кузнецов и Евгений Додонов вновь достойно показали себя на чемпионате мира в Словакии, забив по две шайбы в матче с итальянцами. Подробности расскажу я, Александр Захаров, в обзоре спортивных событий. В Ленинском районном суде прошло слушание по делу о враче-кровопийце. На заседание пришла и мама Бориса Кондрашина. Подробности мы расскажем в рубрике «Происшествия» на ОТВ. Выгодная покупка в магазинах «Молния» и «Спар» на Гитсина Сеста 49,99, Чайтес 44,99. Авторская программа с Анастасией Плотниковой. Суббота, 21.30 на ОТВ. Алексей Текстер рассчитывает на женщин и ждет от них идей. Заявление главы региона прозвучало на встрече с Союзом Женщин Челябинской области. Силами прекрасных дам в России реализуются 5 из 12 национальных проектов и сотни региональных. Какие еще идеи у активисток Владислав Чукров выяснил. Дорогие женщины, я хочу признаться вам в любви. Так Алексей Текстер начинает встречу с Союзом Женщин Челябинской области. Эти жительницы региона развивают образование и культуру. Борются за окружающую среду и семейные ценности. Проект Ольги Малаховой. Детская киностудия. Доброе кино. 15 школьников снимают ленты о селах области, названных в честь европейских городов. Париж, Варна, Берлин. А их фильм о Южном Урале стал победителем фестиваля во Франции. Нам скоро уже исполняется 13 лет. И все это время мы снимаем фильм о своем родном крае. Мы рассказываем на детском языке о том, какая у нас замечательная Челябинская область, Южный Урал. И рассказываем это по всему миру. Аграрный форум, льготная ипотека, сельский бизнес. Женщины области организуют сотни проектов по всему региону. В Союзе почти 10 тысяч участниц. Многие вопросы, многие проблемы в социально-экономическом развитии нашего региона мы решаем вместе с вами и благодаря вам. Активистки презентуют новые проекты. Предлагают развивать экозоны сквера на крупных предприятиях. Закупать в детские сады специальные игрушки для профориентации. Сегодня предложения, которые прозвучали, они все безусловно требуют поддержки. Эти предложения и мы эту поддержку безусловно окажем. Чем больше женщин находится на руководящих постах, тем больше решается социально важных проблем. Алексей Текслер заявляет, во власти должно быть больше представительниц прекрасного пола. Согласны с ним и сами дамы. Сегодня, да, в Государственной Думе их чуть меньше 15%, 18% в Совете Федерации. Но нам есть к чему стремиться. И совершенно верно, что у нас там почти 40% на уровне принятия решений поселковых, муниципальных органов власти. Есть к чему стремиться и в Челябинской области. В нынешнем созыве Законодательного собрания уже 6 депутатов женщин. Однако это только 10% народных избранников. Владислав Чухров, Борис Абрамов, Виталий Пастухов, ОТВ. Как улучшить качество жизни тяжелобольных пациентов, оказать достойную помощь им и их родным. Это обсуждают сегодня в Челябинске. В город приехали специалисты по палеотивной медицине из регионов страны. Конференцию проводит Центр онкологии. Боли, да? Это выписали? Да. Боли по баллам надо написать в обязательном порядке. Отделение палеотивной помощи онкоцентра изучает главный внештатный специалист Минздрава России. Диана Невзорова проверяет, как врачи ведут медкарты, какие есть лекарства. На качество помощи пациентам влияет каждая мелочь. Задача докторов – поддержать человека с неизлечимой болезнью. Здесь он, к примеру, может получить обезболивание. Также медики проводят несложные оперативные вмешательства, если пациенту тяжело дышать или принимать пищу. Важна и психологическая помощь. В отделении есть библиотека, рядом церковь. Вы знаете, это поймет человек, когда... Я бы, если честно сказать, я уже бросил бы и не ездил бы в это. Но у меня есть жена, есть дети, есть внуки. Они заставляют это делать. Я бы бросил, я знаю, сколько мне осталось, примерно. Но еду сюда, чтобы немного поддержать себя. На конференции врачи обсудят самые проблемные вопросы. Как правильно проводить обезболивание, чтобы не нарушить закон? Есть ли оборудование для помощи на дому? Хватает ли препаратов на оптичных складах? Сейчас доступны все лекарственные препараты, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации для купирования болевого синдрома. Сегодняшняя конференция посвящена во многом новой информации о том, какие новые препараты разработаны, какие введены в практику. На Южном Урале сейчас есть порядка 200 коек для палеоативной медпомощи, 25 для детей и еще более 300 мест для сестринского ухода. В трех больницах в Челябинске и МИАСе работают детские выездные патронажные бригады. Как показывают опросы, более 80% респондентов не представляют, что такое палеоативная помощь. Не знают, где ее получить и из чего она должна состоять. Чем жена отличается от обычной медицинской, кому и когда необходимо и какие для нее есть стандарты. Это обсуждают в программе «Есть вопрос» гость студии, главный внештатный специалист Минздрава России Диана Невзорова. И продолжим. Бесконечный гастрономический фестиваль начнется в Челябинске. В центре города откроются два фудмаркета. Это площадки, объединяющие несколько кафе и ресторанов. Там можно будет перекусить, приятно провести время и купить продукты. Первым появится фудмаркет «Белый рынок». Он начнет работать летом на улице Тернопольская, недалеко от Юрго. Среди арендаторов пиццерия «Пицца Мейкерс», бургерная мясорубка, лавка, сырные сомелье и пекарня «Тридельник». Всего 22 заведения на площади в 2500 квадратов. Второй фудхолл откроется ближе к концу года на реконструированных площадях рынка «Восточный город». Там будут более бюджетные точки питания. Челябинские рестораторы концепцию фудмаркета поддерживают, если правильно ее воплотить. Первое – разнообразие. Второе – чтобы не пересекались форматы. То есть там не может быть, допустим, трех пиццерий. Кто-то торгует лапшой, кто-то суши, кто-то стейки, кто-то представляет кондитерскую продукцию. И именно изобилие разных форматов привлекает гостей. Скорее всего, это не фастфуд, как в понимании, допустим, дешевый бургер. Но, естественно, это невысокая ценовая категория. Думаю, что для наших горожан это будет новинка. Во-первых, город должен и обязан развиваться, и в этом формате тоже. Поэтому я считаю, что это актуальное решение. Однако такое разнообразие может сыграть и против предпринимателей, считают некоторые эксперты. Объясняют, сложно собрать в одном месте разную целевую аудиторию ресторанов. Будет ли схема работать – время покажет. Челябинские фудхоллы намерены конкурировать с супермаркетами и отдельно стоящими кафе. Привлекать клиентов будут как эксклюзивной кухней, так и гастрономическими событиями – фестивалями еды, дегустациями, выставками и мастер-классами от шеф-поворот. Время новостей объявляет розыгрыш. На кону билеты в камерный театр. Спектакли «Верх тормашками» покажут 26 мая. Проходки на двоих получит наш самый внимательный зритель. Нужно первым правильно ответить на вопрос, какую космическую технологию будут развивать китайские бизнесмены вместе с челябинцами. Присылайте ответы по адресу конкурссобака1obl.ru. В теме письма напишите «Хочу в театр» и обязательно укажите номер мобильного телефона, по которому с вами можно связаться. Победителей мы выбираем только по присланным сообщениям. Звонить не нужно. Итоги розыгрыша подведем завтра. И самого внимательного зрителя пригласим в редакцию. На этом у меня все. Если у вас есть интересное видео, звоните на горячую линию или пишите вайбер и ватсап. Номера на экране. Сейчас короткая реклама, сразу после Александра Захаров с главными спортивными новостями дня. А мы встретимся на ОТВ в 21.30. Выгодная покупка в магазинах «Молния» и «Спар». Рёбрышки «Ариан» для гриля. 189,99. Печень говяжья. 159,90. 23 мая в Челябинске пройдёт электротехнический форум компании «ЭТМ». Новинки и современные решения отрасли представят более 70 производителей электротехники, кабельно-проводниковой продукции, светотехники и систем безопасности. Вас ждёт насыщенная деловая программа. 23 мая ТРК «Гагарин Парк». Уральская неделя моды. Модный образ подберёте, нужный размер найдёте, восторженные взгляды соберёте. Приходите с 15 по 18 мая. Юность. Всё для тебя, рассветы и туманы. Для тебя, моря и океаны. Для тебя, цветочные поляны. Для тебя, лишь для тебя. Горят на небе звёзды для тебя. Концерт Стаса Михайлова в Олимпийском. Смотрите в субботу в 15.25 на ОТВ. Челябинский трактор подписал на следующие два сезона Александра Шарова и Игоря Исаева. А воспитанники южноуральского хоккея Евгений Кузнецов и Евгений Додонов вновь достойно показали себя на чемпионате мира в Словакии, забив по две шайбы в матче с итальянцами. Подробности прямо сейчас. Воспитанники челябинского хоккея внесли достойный вклад в очередную победу сборной России на чемпионате мира в Словакии. Россияне разгромили итальянцев со счётом 10-0. По две шайбы ворота соперников забросили Евгений Кузнецов и Евгений Додонов. Команда Ильи Воробьёва лидирует в группе с 12 очками и 18 мая встретится с латвийцами. Отмечу, что эта победа является самой крупной в новейшей истории страны. В 1994 году сборная России выиграла у команды Великобритании со счётом 12-3, а в 2017 году победила итальянскую дружину 10-1. Абсолютный же рекорд по результативности был установлен сборной СССР, которая разгромила в 1967 году итальянцев со счётом 28-2. Трактор подписал новые контракты с Игорем Исаевым и Александром Шаровым. Соглашения рассчитаны на два года. Оба хоккеиста являются кандидатами в сборную России, были бронзовыми призёрами КХЛ, а также дважды выигрывали бронзовые медали молодёжной хоккейной лиги. Нападающий Александр Шаров провёл за трактор 214 матчей, забив 27 шайб и сделав 19 передач. Защитник Игорь Исаев сыграл за чёрно-белых 120 раз, записав на свой счёт 3 гола и 12 результативных передач. По словам генерального директора трактора Бориса Витгофа, воспитанники Челябинской школы, прошедшую всю клубную вертикаль принесут большую пользу команде и всей организации. Артём Бородкин сегодня провёл утреннюю разминку для жителей Челябинска, став гостем и главным действующим лицом традиционной акции «Зарядка со стражем порядка», собравшей на площади революции более 600 человек. Физические упражнения на главной площади Челябинска. В роли инструктора впервые в своей карьере выступает защитник челябинского трактора Артём Бородкин. Он сейчас в отпуске, но каждое утро начинает с обязательной утренней зарядки. «Зарядка и разминка для хоккеиста – это его, во-первых, спортивное долголетие, и это важный нюанс, и каждый спортсмен, профессиональный, не только хоккеист, знает, чтобы избежать травму, нужно делать профилактику, а профилактика – это разминки, это зарядки, разогреть мышцы перед соревнованием, перед тренировкой». Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка» проходит ежегодно. И на площади революции она собрала порядка 600 человек – не только сотрудников органов внутренних дел, но и учащихся в спортивных школ, студентов и работников предприятий. «Мы хотим приблизить к массовому спорту как можно больше количества людей, особенно упор делаем на молодое поколение. Спорт – это всё, спорт – это здоровье, спорт – это молодость, спорт – это позитив». Марина Соколовская раньше занималась гимнастикой тхэквондо, а сейчас увлекается стрельбой из пистолета. Говорит, что из упражнений Бородкина ей понравился бег, отжимания и приседания. Девушка уверена, что опыт Артёма ей пригодится. «Я занимаюсь пока что два года, третий разряд, есть у меня хорошие успехи. Два раза была на первом месте, занимала». На утренней разминке для горожан Артём Бородкин также принял участие в церемонии награждения, вручив юным школьникам золотые знаки комплекса ГТО. И к другим новостям. 19 мая в китайском Нанцзине стартует традиционный кубок Судермана. Чемпионат мира по бадминтону среди смешанных команд, который назван в честь основателя Ассоциации бадминтона Индонезии Дика Судермана и проходит раз в два года. В 15-х по счёту в состязаниях выступят 12 сильнейших национальных сборных. Российская дружина во главе с её капитаном Челябинцем Владимиром Ивановым 20 мая встретится с японцами, 21-го соперниками из Таиланда. Отмечу, что действующими обладателями кубка Судермана являются южнокорейцы, которые два года назад в финале неожиданно обыграли китайцев. 3-2. Российские игроки с ракеткой Ивалана пока ни разу не попадали в число призёров. А я добавлю, что Владимир Иванов и его напарник из Москвы Иван Сазонов являются участниками двух олимпиад и многократными чемпионами России. Дзюдоисты Челябинской области завоевали 7 медалей на чемпионате России среди глухих в Зеленограде. 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. Победителями чемпионата страны стали челябинец Илья Ишметев и Жанна Кузнецова из Магнитогорска. Серебро добыли её землячка Лина Поздеева и Алексей Яськов из Челябинска. Бронзу получили магнитогорцы Марс Зьяков, Ростислав Берг и Василиса Пушко. А отмечу, что 20-летний Илья Ишметев, одолевший двух чемпионов сурдолимпийских игр, стал главным героем состязания в Московской области. В общей командном зачёте южноуральцы пропустили вперёд сборные Башкортостана и Дагестана, заняв в итоге третье место. Соревнования были отборочными на чемпионат Европы среди инвалидов по слуху, который пройдёт в октябре в Бельгии. На сегодня это всё. Далее происшествия. Елизавета Болдырева расскажет о странном учителе из Троицкого района. На уроках русского и литературы он вызывает духов и выкладывает непристойные фотографии в сеть. Не переключайтесь. Выгодная покупка в магазинах «Молния» и «Спар». Сметана «Первый вкус» 59,99. Творог «Первый вкус» 99,99. Совместное производство России и Италии. Я Сильвестра. Камилла. Камилла. Красивая. Камилла. Кравит тебя. Тебе правда нравится? Нет. Я так сказал, из вежливости. Фильм-участник международных кинофестивалей в Венеции и Токио. Дорогая Камилла, это мой первый имейл в жизни. Надеюсь, ты там не очень ложнешь. Лирическая кинолента о любви в десяти картинах. Ты не против меня, если мы пойдём вместе? Нет, конечно. Фёдор Сильвестра. Она съела уже столько тунца, что она сама скоро превратится в тунца. Пастурма, английская королева, как бы вообще не знают о существовании друг друга. Зачем им в холодильнике нужен просроченный борсучий жир? Просто принёс, вот сегодня этот борсучий жир поставил. Да что тут вообще происходит? Битва! Битва ресторанов. Смотрите по выходным в 14.30. Кхм-кхм. Ну я ж просила. Без меня не начинать. На ОТВ Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Елизавета Болдырева. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. В настоящее время задержанное лицо, причастное к совершению данного преступления, оказался местный житель. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В Златоусте нашли расчленённого мужчину. Тело было спрятано в колодце. Зачем руку надел? Мне нельзя разбить. За что? Слушай. Слушай. Она мне камеру подняла. Слушай. Так что вы себя неодвухотно ведёте? Южноуралец устроил дебош на борту самолёта. Я стараюсь из праха. Жители Клубин знают твоё тайное имя. Гидра знает, где пребываешь ты. Открой мой знак. Да, ты мог я узнать твою боль здесь, на земле. Учителя из Троицкого района проверила прокуратура. Мама! Он был на судьбу. Забери. Забери из команды всё, пожалуйста. Не кричи. Мужчины покажутся.